Сегодня под прицелом наших видеокамер свёкла. Вот это да. И это не только, кстати, борщ, селёдка под шубой и винегрет, но и огромная польза для здоровья, утверждают, кстати, учёные. Исследования показали, что этот корнеплод обладает антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, который обеспечивает вещества беталоины. Вот я даже задержался. Что это такое, сейчас, конечно, уже знаем. Кроме того, в свёкле содержится большое количество клетчатки и различные питательные вещества, в том числе кальций, магний, калий и витамин А. Все эти плюсы дополняются прекрасным вкусом и массой способов приготовления. Свёклу варят, жарят, маринуют, сушат, ферментируют, запекают, и также из неё готовят чипсы, напитки и даже шоколадные десерты. Давайте поговорим о пользе, а может быть даже и о вреде, кто знает этого волшебного практически корнеплода, вместе с Инной Каноненко, диетологом, нутрициологом и кандидатом медицинских наук. Инна, доброе утро. Доброе утро, Инна. Доброе утро. Объясните сначала, что такое беталоины? Для чего нашему организму они? В свёкле содержатся бетанины. Бетаин — это такие ферменты, которые помогают нам, с одной стороны, улучшить пищеварение за счёт того, что усиливают выработку желудочного сока, а с другой стороны являются хорошими антиоксидантами. А что касается свёклы в целом, в каких количествах нужно её есть, чтобы получить все те самые витамины, о которых мы сейчас говорили? Как часто? Свёклу лучше употреблять несколько раз в неделю в количестве 1-2 штуки. Но в том случае, конечно, если у человека нет противопоказаний. А в какой форме приготовления? Жареное, пареное, варёное? Существует много способов приготовления. Кстати, один интересный, на котором я хотела обратить внимание, из тех, что вы сказали, в том числе, это ферментирование. Как можно свёклу вообще ферментировать? Как её жарить, парить и есть сырой, мы все понимаем. А что такое ферментированная свёкла? Это такой вид приготовления свёклы, когда мы делаем из неё свекольный квас. Это как раз очень полезно для нашей микрофлоры кишечника. Это будет её питать, как любой ферментируемый продукт. И, с другой стороны, это будет способствовать тому, что из организма будут выводиться токсины, тяжёлые металлы. Каким образом приготовить свекольный квас? Нам нужна стеклянная банка двухлитровая, свёкла 2-4 штуки в зависимости от размера её, соль 2 столовые ложки, либо 1 столовая ложка и рассол квашеной капусты четверть стакана, и фильтрованная вода. Просто нарезаем свёклу на небольшие кусочки. Здесь важно, что на небольшие, потому что если нарезать на более мелкие, свёкла будут выходить с сахара. А нам это не нужно, потому что всё-таки свёкла – источник сахара. Дальше мы засыпаем её в банку, сверху добавляем соль или рассол квашеной капусты, если есть, и заливаем водой. Накрываем марлей, оставляем для ферментирования от 3 до 7 дней. После этого закрываем квас крышкой и убираем на хранение в холодильник. Всё, вот такой лёгкий способ. А с другой стороны, мы получаем приятный по вкусу напиток, ещё и полезный для нашего организма. Скажите, пожалуйста, вот при таком методе приготовления свёклы намного больше сохраняются витаминов и полезных веществ? Вообще считается, что даже если мы свёклу употребляем как в сыром виде, так и в приготовленном, количество витаминов в ней не уменьшается. Несмотря на то, что действительно многие витамины являются термолобильными, то есть разрушаются при температуре, в свёкле этого не происходит. Поэтому её можно есть и термически обработанную, и сырой. Просто когда мы готовим её в ферментируемом варианте, то мы получаем более полезные свойства для кишечника. Ферментируемые продукты лучше восстанавливают нашу стенку кишечника и помогают питать нашу микрофлору. Инна, а есть какие-то противопоказания? Потому что мы сейчас только с положительной стороны рассказали про этот продукт. Я уверена, что он, правда, полезный. Но, может быть, кому-то стоит воздержаться от того, что... Говорят, что сырая свёкла очень такая опасная вещь. Да, свёкла содержит большое количество щавелевой кислоты. Причём щавелевой кислоты в свёкле даже больше, чем в щавле. Поэтому людям, у которых есть оксалатные камни, то есть это камни, которые имеются из щавелевой кислоты в почках, таким людям не рекомендуется употреблять свёклу вообще, так как источник щавелевой кислоты. И, с другой стороны, конечно, людям, которые имеют повышенный уровень сахара в крови, избыточную массу тела, тоже свёклу лучше исключить из своего рациона, потому что при всех её полезных свойствах она всё-таки содержит большое количество сахаров. И в данном случае, конечно, если мы термически обрабатываем свёклу, то сахара становятся ещё более доступными, ещё быстрее повышают уровень глюкозы в крови. Всё, как говорится, в меру. Правильно? Да. Спасибо большое. Инна Кононенко, диетолог-нутрицолог, кандидат медицинских наук, была с нами на прямой связи. Говорили мы о пользе свёклы. То есть не стоит борщить. Понемножечку, по чуть-чуть.